Удивительно, но единственный в Эстонии детский молодежный морской клуб сохранился именно в Нарве, то есть в городе, где моря нет, зато есть река, на которой вот уже 60 лет проходят тренировки и обучение будущих мореплавателей. Причем этот клуб может гордиться не только своими выпускниками, но и уникальным комплексом зданий. Реставрация старого здания прекрасно вписалась в общий поддержанный и Европой проект реновации городских памятников архитектуры. Некоторую часть средств выделила целевое учреждение ИНОВИ. В общем, удалось получить 2 миллиона 400 тысяч евро, львиную долю из которых вложил город. Вопрос здесь даже не в денежных средствах, вопрос в том, что КЮМ – это наша гордость. Такого учебного заведения, как клуб юных моряков, в других городах Эстонии нет. Да, есть школы при малых портах в Эстонии, но вот как муниципальное учреждение, клуб юных моряков, это работает только в Нарве. После окончания реконструкции, конечно же, как я сказал, увеличились площади, увеличилось количество детей, которые сюда ходят заниматься. Во время юбилейной экскурсии по новому дому ветераны клуба вспоминали о временах, когда все начиналось в неотапливаемых даже зимой ангарах на берегу реки. А теперь в распоряжении клуба не только учебные классы, технические и вспомогательные помещения, но и самая настоящая детская судоверфь. Ведь не все хотят стать именно моряками, кому-то интересно и ремонтировать, и строить. Конечно, огромные лайнеры здесь не построишь, но создать или отремонтировать маломерные суда, по крайней мере тренировочные, вполне возможно. Занятие в клубе дает мне хорошую физическую подготовку, дает мне хорошее воспитание, помогает мне как-то справляться со своими проблемами. Кюм стал мне вторым домом. Весь экипаж, все курсанты стали мне второй семьей. Клуб дает хорошую дисциплину, хорошее настроение, много общения и на будущее собираюсь поступать в Питер, в Макаровскую академию. В клубе юных моряков учатся до 300 ребят. Программа обучения рассчитана на три года. Но даже закончив постигать азы морского ремесла, через годы выпускники продолжают сюда приходить. Уже в качестве добровольцев и наставников они помогают начинающим морякам в учебе и походах. А из 15 работающих тут преподавателей – 12 выпускники Кюма. Конечно, очень важно, что здесь с самого начала, с мая 1957 года, когда моряк и педагог Николай Калядин основал клуб, сложился прекрасный коллектив энтузиастов морского дела. И основателя здесь не забывают. Главным событием торжеств была международная грибная регата на ялах на Кубок памяти Калядина. На директорском посту Николай Калядина сменил капитан дальнего плавания в один тренинг. И, как говорят, нет такого моря-океана, где бы не побывал этот отважный капитан. За это время у нас прошло больше десяти тысяч, наверное, юных моряков, курсантов. Это, конечно, я думаю, такая скромная цифра, потому что за 60 лет. Но из них порядка 400-500 человек – это те, которые закончили или пошли по морской специальности. Среди них, конечно, и капитаны дальнего плавания, и старшие механики, и кораблестроители. И несмотря на нерадужную ситуацию с собственным эстонским торговым флотом, которого теперь попросту нет, и по сути развалившимся рыболовным флотом на юбилей вновь и вновь говорили о том, что любовь к морю в стране жива. А это значит, что традиции мореплавания не исчезнут. И в клубе с гордостью вспоминают своих выпускников, которые сейчас обучаются в эстонской морской академии, а значит, готовы связать свое будущее именно с морем. Сергей Дедыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...